Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И первый вопрос, который мы сегодня рассмотрим, это вопрос о том, имел ли право патриарх Иаков прибегать к народной магии. Об этом событии мы читаем в книге «Бытия», 30 глава, с 31 по 43 стих. В общем-то, мы хотим понять, почему, несмотря на это, Бог его благословил. И мы читаем. «И сказал Лаван, что дать тебе? Иаков сказал, не давай мне ничего, если только сделаешь мне, что я скажу. То я опять буду пасти и стеречь овец твоих. Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих, отдели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину черную из овец, также с пятнами и с крапинами и с коз. Такой скот будет наградой мне». О чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что Лаван несколько раз обманывал своего зятя, Якова. И когда все-таки Лаван немножко пришел в себя и сказал, что я тебе могу дать, Яков просит себе только то, что представлялось с точки зрения пастухов того времени, дефектным. Он просит скотину черную из овец, также с пятнами и с крапинами и с коз. Естественно, что при наличии всяких там пятен, то, что было с крапинами, цена сразу резко падала. И, по сути дела, он просит себе то, что никакой ценности, ну, относительно никакой ценности в сравнении с более хорошим товаром особенно не представляет. Но давайте вспомним, что пишет апостол Павел. Он пишет, что все, что было с ними, то есть с древними, это в прообразах для нас, достигших последних времен. Здесь Яков является прообразом Христа, который в одной из своих притч говорит устами царя, «Пойдите, соберите для меня хромых, кривых, убогих, кого найдете?» И наполнился брачный мессианский пир людьми с целым рядом дефектов. И апостол Павел пишет, «Кто вы призванные? Мало из вас значущих, но Бог избрал ничего не значущее, чтобы посрамить значущее». Поэтому вот это стадо Иакова, оно символизирует собою стадо Христова. И как в Нойвом ковчеге были чистые и нечистые животные, и они находили место для спасения, так и в Церкви Божьей и чистые, и нечистые, и с нравственными крапинами, пятнами, кавернами, ранами и так далее. Поэтому нельзя исключать вот именно аллегорическое прочтение этого текста. И далее. «И будет говорить за меня пред тобою справедливость моя в следующее время, когда придешь посмотреть награду мою. Всякое из коз не с крапинами и не с пятнами, и из овец не черное, краденое это у меня». Здесь мы видим, что Иаков настаивает на том, что отличить его овец и коз от хозяйских овец и коз будет очень легко. Они будут с крапинами, а они будут с пятнами. И действительно, иногда Господь попадает нам впадать в разные грехи, терпеть кораблекрушение в вере. Такой образ предлагает нам апостол Павел. Но Господь это делает с единственной целью, чтобы мы поняли, что мы не можем жить без Него. И как-то мы с вами говорили об апостоле Петре и пытались понять, почему Господь попустил ему трижды отречься от своего божественного Учителя. Святые отцы, отвечая на этот вопрос, свидетельствуют, что если бы он не имел этого падения трижды, как бы он смог помогать падшим людям? Ведь он был бы тогда чист, как ангел. А ангелы беспощадны в своей чистоте. И любого оступившегося готовы и отдернуть, и даже умертвить. Поэтому отличие общины верующих, настоящих христиан, христиане – это проблемные люди. Это люди, которые, если бы они не были в церкви, они были бы значительно хуже, и они принесли бы вред многим окружающим. Например, отец Сергий Булгаков в своей книге, которая называется «Православие», он пишет, «Из всех религий самое истинное – это христианское. Из всех христианских направлений самое истинное – это православие. Но Бог избрал нас не потому, что лучше мы других людей, а наоборот. Это действительно та реальность, в которой мы живем. Христос выражает эту реальность словами. Первыми в Царстве Божьем идут блудницы, мытари и грешники. Почему? Потому что нельзя стать христианином, если ты испытываешь иллюзии относительно какой-то своей праведности. А Слово Божие категорично учит, что наша праведность – как запачканная одежда. И когда Христос призывает, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные», и я успокою вас, святые отцы объясняют, «Труждающиеся на дьявола, обремененные грехами, призываются к освобождению». Вот этими словами Христа. Поэтому действия Иакова, они глубоко символичны. Далее, 34 стиха ниже. Лаван сказал, «Хорошо, пусть будет по твоему слову». И отделил в тот день козлов, пестрых и с пятнами, и всех коз с крапинами и с пятнами, всех на которых было несколько белого, и всех черных овец, и отдал на руки сыновьям своим. И назначил расстояние между собою и между Иаковом на три дня пути. Иаков же пас остальной мелкий скот Лаванов. И взял Иаков свежих прутьев, тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях, и положил прутья с нарезкой перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал перед прутьями. И зачинал скот перед прутьями, и рождался скот пестрый и с крапинами и с пятнами. И отделял Иаков ягнят, и ставил скот лицом к пестрому и всему черному скоту Лаванову, и держал свои стада особо, и не ставил их вместе со скотом Лавана. «Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Иаков клал прутья в корытах перед глазами скота, чтобы он зачинал перед прутьями. А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал. И доставался слабый скот Лавану, а крепкий – Иакову. И сделался этот человек весьма-весьма богатым. И было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов». Вот здесь, конечно, все очень непонятно. Иаков прибегает к какой-то крестьянской магии, нарезает прутья, делает их в крапинку, кладет перед сильным скотом, и тот зачинает, и рождаются козлята и овцы, тоже с какими-то дефектами. Скорее всего, речь идет о том, что Иаков действует в соответствии с пониманием людей того времени. И действительно, в еврейской традиции, в том числе и в талмудической традиции, отражена мысль о том, что, например, когда женщина беременна, она должна жить за городом, и прогуливаться должна в красивом саду. Потому что если она будет в таком состоянии видеть только красивое, то от нее родятся красивые дети. Такие представления действительно существовали в еврейском народе. И Господь не то, чтобы как бы соглашается с этими суйбериями Иакоба. Давайте посмотрим Евангелие от Матфея, 12 глава, с 18 по 20 стих. Здесь мы находим следующие слова. «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд». И далее дается характеристика Христу. «Не воспрекословит, небо запьет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленные не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы». О чем это? Христос действительно оберегал любую религиозность, которая проявлялась в людях. Что такое трость надломленная, как мы часто говорим с вами, если она надломана, тронь ее, и она рассыпется. Что такое лен курящийся? Вот так махни рукою, и он сразу погаснет. Но Христос готов поддерживать и такую религиозность с ее недостатками, может быть, с ее какими-то суевериями, с какими-то крестьянскими предрассудками, как в случае с Иаковом. Ведь Христос вершит суд. А Лаван, который обманывал Иакова много раз, он должен был заплатить все за многие труды Иакова. Иаков обогатил его не только своими трудами, но и своим благословением. И Лаван заметил, что когда Иаков стал работать у него, то богатства Лавана приумножились фантастически. Как и Патифар заметил, что когда его рабом стал Иосиф Прекрасный, то все в доме пришло в порядок. И действительно, там, где верующие люди, они оказываются благословением не только для других верующих, но даже для неверующих. И благо для Лавана то, что он таким образом расплатился с Иаковым. По крайней мере, в День Страшного Суда ему не придется за что-то такое отвечать, что вот эта удержанная плата его пастуха, который своими благословениями действительно обеспечил для него великие богатства. Таким образом восстанавливается принцип справедливости, мера за меру. И Иаков получает то, что он заслужил. Итак, мы видим, что в этой теме есть аллегорическое прочтение, оно для нас, христиан, более важное, и фактическое понимание этих событий и этих обстоятельств. Таким образом, мы разрешили эту проблему. Братья и сестры, подписывайтесь на библейский портал «Александр Гет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!